Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» К тому времени Павло Тычинов освоил 15 языков. Среди них арабский, армянский, грузинский, еврейский и турецкий. История человечества виделась ему в образе могучего дерева, ветви которого широки и обильны листвой. Субтитры подогнал «Симон» Мысль о единении народов давно витала в мечтах лучших отечественных умов. Еще у Пушкина прозвучало, когда народы, распри позабыв, великую семью объединятся. В СССР после исторического съезда писателей 1934 года возник феномен – многонациональная советская литература. Подобно ветру действительность врывалась в зал заседания писательского съезда, на котором собралось 600 делегатов, создающих новую литературу на 55 языках. Между тем, многие братские народности ранее не имели даже письменности, только фольклор. Поэтов и писателей тогда было немного, но и в этой ограниченной среде они всегда трудились с чувством семьи единой. Это рыцари литературы. Они всей свою жизнью заслужили свое место в отечественной культуре. В работе съезда принимали участие представители народов Северного Кавказа. Именно тогда возник еще один феномен – многонациональная литература этого региона. Она развивалась в соответствии с принципом метафорической литературной семьи. Содружество дало отечественной литературе много ярких. Среди них Сулейман Стальский, Гамзат Садаса, Алиша Генцуков, Гриш Плиев, Алим Кишоков, Кайсын Кулиев, Эфинди Копиев. Сегодня их нет с нами, но они сумели сохранить и передать потомкам свое выстраданное слово. Когда была создана писательская организация Дагестана, появился как метеор молодой, красивый, мощный, талантливый человек Эфинди Копиев. Этому человеку было все. Он был образован, он был начитан, он знал Дагестан, языки Дагестана. По правде говоря, только с Эфинди Копиева начинается настоящая история дагестанских поэтов в русской литературе. Именно Эфинди Копиев впервые перевел на русский язык стихи Батырая. Он перевел стихи Махмуда, он перевел греческие стихи Народные, Ильчи Казака, других наших классиков. И была издана первая антология поэзии народов Дагестана на русском языке. Притом, понимаете, перевести на русский язык стихи дагестанских поэтов, которым будет восхищаться Николай Тихонов, Луговской, чтобы на его антологию отклик написал Осип Эмилич Мандельштам, человек, который потрясающе был требовательным. И он говорит, что переводчись и великолепные дагестанские поэзии прослеживаются через переводы Копиева. Это было очень большим и очень нужным и важным делом. В такую же вот замечательную Пятигорскую осень 80 лет назад приехал сюда Эфинди Мансурович Копиев. Он уже был членом Союза писателей СССР, был ответственным секретарем Дагестанской писательской организации. И приехал сюда по приглашению Ставропольского крайкома для работы редактором в газете «Молодой Ленинец». Как вспоминают и сам Эфинди, и Наталья Копиева, что когда он поселился в Пятигорске, то он стал в горах Дагестана бывать чаще, чем когда он жил в самом Дагестане. А почему? Потому что ему, во-первых, было поручено работать с Сулейманом Стальским, переводить, даже не переводить, Сулейман Стальский же это устная у него поэзия, надо было записывать и переводить, да. Я-то помню, в школе учили Сулеймана Стальского, великолепные стихи. А благодаря кому? Благодаря Эфинди Копиеву. Он ведь вступал на путь неизведанный, на путь, где не было у него ни примеров, ни предшественников. А было много сомнений и много всевозможных препятствий. Были сомнения внутреннего порядка, правильно ли он делает, начиная писать на русском языке. Когда в 1933 году он впервые пришел к русскому писателю Петру Андреевичу Павленко с первыми своими паразаическими пробами, Павленко прямо и очень резко сказал ему, что считайте его попытки напрасными. По-русски я все равно напишу лучше вас, сказал Павленко. Однако все это не остановило Эфинди, не сломило его воли, его творческого упорства. Он продолжал искать, продолжались его пробы, его глухая, повседневная, никому невидимая борьба наедине с самим собой. И в конце концов он вышел из этой борьбы, продолжавшейся несколько лет, вышел победителем. Русская речь подчинилась ему, полилась свободно, запела и сложилась в прекрасную прозу в его книге «Поэт». Ведь знаменитая книга «Поэт» о становлении поэта. Сулейман Стальский – это был образ собирательный. Он там Стальский не пишет, Сулейман просто. Но нам понятно, что на основе его жизни, биографии, творчества, вот такой собирательный творческий портрет поэта, поэта-горца, поэта-дагестана. Потом он сопровождал писателей-горцев Махмуда, Гамзата, Садасу и Сулеймана. Когда им вручали ордена, он их сопровождал на поезде, они вместе ехали. И еще он удивлялся. Ведь, как он говорит, в Дагестане столько народностей, что один аул порой не понимает, на каком языке в другом ауле говорят. И тут как раз ехали Аварец, Лизин, Доргинец. И они сидели, эти седовласые старики, он говорит, я за ними наблюдал, мне было интересно. Но они с достоинством, хотя они друг друга мало понимали, потому что не было общего языка. И постепенно общим языком стал русский язык. В 1934 году, когда Эфим Никопиев был на первом съезде писателей, именно он познакомил Сулеймана Стальским с Горьким. Именно Горьким, послушав Сулеймана Стальскому, сказал те знаменитые слова, о Сулеймане Стальскому, что он гомер 20 века. Самое интересное, когда учредительный съезд был писателем Дагестана, именно он с докладом выступал. И он произнес вот такие слова. Закончилась детская золотая пора дагестанской литературы. Да здравствует зрелость и никаких скидок. И Копиев, и Сулейман, они вывели дагестанскую поэту на орбиту российской литературы. Уже появились переводы Гамзата Таласы. Там появились переводы других дагестанских поэтов. И так они, значит, пик на Расуле Гамзатове, популярности, мирового значения, мирового звучания приобрели. Когда началась Великая Отечественная война, его не призвали по болезни, но он считал, что для писателя не должно быть такое, что я от кого-то слышал, как там дела на фронте, мне кто-то рассказывал, я должен видеть лично. И он, значит, просился, чтобы его направили в воинскую часть, поскольку служить не может, но фронтовым корреспондентом, то он может быть. И его с Семеном Бабаевским направляют в Ставропольскую кавалерийскую дивизию, которая участвовала в освобождении Ростова как раз. И они едут туда и пишут совместно книгу «Казаки на фронте». Капиев собирал мгновения военные. Он не успевал их. У него времени не было их. И не было их рассказы, повести. Он останавливал какие-то выдающиеся, трагические явления войны, останавливал их в своих записанных книжках, чтобы потом к ним вернуться. У него бывает иногда потрясающее впечатление от одной фразы Капиева. Например, когда он пишет, на снегу лежал убитый солдат, а с сигаретой его еще дымилась. Варшавское телевидение поставило по фронтовым блокнотам двухсерийный спектакль. В предисловии писалось, при всей своей хаотичности и обрывочности фронтовые записи Капиева являются литературным произведением, которое освещает ту эпоху более полно и точно, чем многие застегнутые на все пуговицы пухлые книги о войне. Это такого качества проза, такой остроты, наблюдательность, такого высокого человеческого качества, честность в отношении к войне и к людям, что такое чувство, что, в общем, это одна из самых хороших книг о войне. Казалось бы, он только готовился написать книгу о войне, для этого писал заметки, а на самом деле эти заметки стали одной из самых лучших книг о войне. Наши войска пошли дальше, и он с войсками как фронтовой корреспондент и пошел дальше. И в Краснодаре ему совершенно стало плохо, его положили в госпиталь. После операции, после наркоза он встал, потом упал, и швы разошлись, и он умер. В общем, личностное и человеческое обаяние Федди Мансульча Капиева осталось, понимаете? Это и в моем Дагестане в расколе Гамзатова она есть. Есть веяние от поэта Капиева и от личности Капиева, как мост от Капиева к Гамзатову. Мне кажется, что такого уровня и такого рода писатели теперь такое слово употребляет национального. Своим творчеством входит вообще в сокровищницу нашей отечественной литературы. Просветительство как таковое, оно присутствует в деятельности таких писателей самым широким образом. Они несут, помимо своего творчества, они всей своей деятельностью, своей позиции, они несут вот то самое необходимое знание о культуре, об истории, которое так действительно нужно людям, своему народу и другим народам. Кавказ, конечно, уникальный с точки зрения того, что он дал культуре нашей отечественной. Взыскательности сердца не смиряй, не путай правду, служи безобразны, сердечной чистоты не скверняй, отравою бесовского соблазна, немилосердным с близкими не будь, все претерпи, обиды, боль и горе. Бессмертна только правда, не забудь, она – маяк для всех плывущих в море. Эти строки написаны поэтом Али Шагенцуковым. Прежде чем стать классиком кабардинской литературы, он учился в Тимирханшуре, Бахчисарае, работал грузчиком в порту Стамбула. Там он начал писать стихи и смог вернуться на родину только после революции. На родине он быстро стал общественным деятелем. Его волновало все – судьба национального театра, проблемы литературы, народной хореографии и фольклора. Очень много он сделал в сфере образования молодой республики. При этом он успевал писать стихи, поэмы, злободневные статьи, вызывавшие живой интерес читателей. Люди верили слову поэта, избрав его депутатом. Однако высокая требовательность и бескомпромиссность, его резкие высказывания о чистках среди национальной интеллигенции вызывали недовольство властей. Как следствие, он не стал делегатом Первого съезда писателей республики и, естественно, Первого съезда советских писателей в 1934 году. Именно поэтому, когда началась война, он не получил бронь, несмотря на высокое положение в обществе. К началу Великой Отечественной войны Алиша Динцюкова уже был 41 год. Он еще и был больной человек. Но судьба распорядилась таким образом, что этого больного человека, человека уже в возрасте, взяли и под горячую руку отправили вместе с группой таких, которых считали политически малоблагонадежными. И все они чуть ли не в эшелоне, почти без оружия, попали в окружение и в плен. Я встречался с людьми, которые были в лагере в плену вместе с Алишей Динцюковым. И удивительное дело, люди, совершенно не знающие друг друга, они почти, чуть ли не слово в слово, говорят о том, что Алишей Динцюков погиб, потому что не захотел поддаться уговорам немцев. Вначале они не знали, кто он такой, ну, военнопленный, военнопленный. Случай выявил, кто он такой. А случай был такой, кто-то из наших пленных чистил немцев сапоги. Он подскочил, ударил его и сказал, тебя взяли в плен, но душу твою разве тоже пленили? И вот с этого началась его вот раскрутка, как сейчас говорят. Кто он такой, почему он вот так дерзко поступил. Узнали, что это известный поэт, первый поэт своего народа. И начали его уговаривать. Вот мы, цивилизованная нация, мы знаем, что такое культура, что такое поэзия, мы воздадим тебе должное. Он на уговоры не поддался. Кончилось это тем, что в отчаянии вот эти люди высокой арийской расы бросили его в декабре месяце в холодную кутузку, утром нашли его окочневший труп. Вот такая страшная судьба, ее не воспоешь. это не героический подвиг, который бросается в глаза. Но это героический подвиг, который совершен не для того, чтобы кто-то осмотрел, а для того, чтобы не унизить, не продать, не замарать свою чистую душу. Конечно, своего деда я не помню. Он задолго до моего рождения погиб в Бобруйском концлагере. Но очень много мне рассказывали о нем. И члены семьи моей матери, и сама мама, и отец, который был первым исследователем творчества Алиши Генцокова. Когда узнают, что я внучка Алиши Генцокова, каждый человек, если это кабардинец, начинает цитировать наизусть его какие-то произведения. Я сама занималась архетипами. Мне кажется, вот эти архетипические какие-то основы, которые схвачены поэтом, они являются сугубо народными. И еще, наверное, когда узнают, что я внучка, тоже говорят каждый раз, что, с большим сожалению, как можно было послать такого человека на фронт. Тем более, что он был председателем Союза писателей того времени. В 1937 году все, кто занимался адыгским фольклором, отчасти этим занимался и Алиши Генцокова, они были расстреляны в августе 1937 года. Али Шагенцоков с детства сдал Нурит Сагова. Он был любимым учителем юного Али. Но вскоре Нурит Сагов был уволен за то, что преподавал не на арабском, а на родном кабардинском языке. Али открыто выступал в защиту учителя. Но был исключен из семинарии и вынужденно покинул родину в поисках справедливости. Он был преисполнен оптимизма и верой в будущее. Достаточно сказать, что еще тогда не было читателя, а он уже писал стихи и поэмы для будущего читателя. Он был в числе первых, кто пробовал только что созданную кабардинскую письменность на художественное слово. Ему еще не было 30 лет, когда его прислали в нашу школу преподавать родной язык. С первых дней он начал так сказать воспитание стихами. То есть о каждом из нас старался экспромтом сочинить стихи. и это нас учеников удивляло. И мы старались изо всех сил обратить на себя внимание своего учителя. Для молодежи поэзия Алиша Ленцукова имеет особое значение потому, что она вся преисполнена вот этой верой, верой в будущее. он как бы увидел новое поколение поэтов, писателей, которые идут по той тропе, которую проложил Алиша Ленцукова. Когда речь заходит о войне и поэтах, нам, кабардинцам, прежде всего вспоминаются путь Алима Кишокова и путь Алиша Ленцукова. Это две большие звезды кабардинской поэзии, с такими разными судьбами. Одного война загубила, а для другого война стала как-то толчком к росту его и самосознания, и поэтической культуры. Народный поэт кабардинобалкарий Алим Кишоков родился в 1914 году. В 30-е годы окончил филфак во Владикавказе, аспирантору Института Нерусских Школ в Москве. Работал министром, председателем Литфонда СССР, был секретарем Союза писателей страны. Алим Кишоков автор переводов произведений Пушкина и Лермонтова на кабардинский язык. Его произведения изданы на английском, арабском, немецком, русском, словацком, финском и других языках. Алим Кишоков лауреат Госпремии СССР и РСФСР. Я не похож на облака, я не река, скорее птица, что вдаль спешит издалека, мечтая в край свой возвратиться. К своим истокам все равно вернусь я в завершение цикла, как возвращается зерно в ту землю, где оно возникло. Он выпустил в 1946 году сборник, называется «Путь всадника». Это такая высочайшая планка для национальной литературы, где он очень глубоко философски осмыслил суть земного существования. Это лирико-философские размышления о войне, о солдате, о матери, об отце, у которого сыновья на фронте, о солдате, который безвестно погибает где-то. И там, где его тело высохло и смешалось с землей, вырастают цветы. Это потрясающие образы. А кроме того, в 1946 году проявился и кишоковский вот этот упрямый характер. В 1946 году, когда балкарцы были вывезены в Среднюю Азию, когда слово балкарец говорить было нельзя и даже вышел указ о том, что это выселение окончательное и бесповоротное, он в этом сборнике исхитрился поместить стихотворение, посвященное боевому другу и собрату паперу Кайсыну Кулиеву. Это тоже не просто так. Я думаю, другой бы на месте Алимы Пшимаховича мог бы как бы убрать это стихотворение, потому что его, можно сказать, его товарищ в изнании за это могли ему не просить вот этот шаг. Я до сих пор не знаю, как это проглядели вот это бдительные наши органы. Стихотворение, посвященное Кайсыну Кулиеву, где он говорит, ты, наверное, тоскуешь о горах. Если бы он так не сделал, он не был бы Кишоковым. Точно так же в его вершины не спят, там у него большевик, человек, который должен изображаться только кристально чистым, заблуждается, делает ошибки, проявляет жестокость. Это еще в вершинах не спят. А когда делать дошло до романа о Великой Отечественной войне, тут уже наши власти не вытерпели. Прозвали его вторым Солженицыным, Кабардинский Солженицыным и все такое прочее. Были тяжелые дни у Альма Пшимаховича по поводу сломанной подковы романа. И тогда все-таки Кайсын очень жестко выступил его защиту. То есть во многих моментах везде и всюду они были подлинными братьями, у них была жесткая настоящая мужская дружба. Войс снаряда падаем снова. Так с боями полмира прошли. Смерть к земле прижимала, а слово отрывало опять от земли. На фронт Кишоков ушел из военного училища. Он стал командиром взвода 115-й Кабардино-Балкарской кавалеристой дивизии. Для будущего писателя война стала тяжелейшим испытанием. В боях под Сталинградом кавалеристы стояли насмерть, сражаясь в неравном бою против танков и мотопехоты. Из 5250 человек в живых осталось всего 365. Среди последних ранены Алим Кишок. Позже он писал «Те дни я подумал, что 365-й это я и сам себе дал клятву останусь в живых поведаю об этих днях». Спустя многие годы он рассказал горькую правду о тех событиях в своем романе «Сломанная подкова». Мы пили воду из чигема Ты наверху а я внизу. И нам с тобой дарила небо одну зарю одну красу И подняла одна тревога нас одного с тобой числа Одна жестокая дорога в одно сражение увела И как назначено судьбою мы горской песни два крыла и одного ружья с тобою два неразлучные ствола. Они начинали в разных местах Кулеев был сначала десантником Алим командиром минометной роты ну а потом судьба их свела в армейской газете где были очень интересные люди Валентин Овечкин там был там был Вадим Гофин Шефер там был Яков Козловский вот такая компания там собралась Мне довелось встретиться с Кайсыном Кулиевым в разгар боев под Сталинградом Так началась наша встреча и потом она не прерывалась до самого Севастополя где он был и ранен Из всех кто прыгал из самолета по-моему несколько человек остались в том числе и Кайсын какой-то ветер его отнес в сторону все погибли и он очень тяжело был ранен и лечился в Чебоксарах в Чувашии и вот после этого вот как раз там написались очень много стихотворений вот До этого до ранения прибежал ко мне и говорит на вот читай ты видишь я прочитал то что пишет ему его родственник и понял что глубокие изменения происходят до нашей родины и потом когда мы расстались с ним мы переписывались на эту тему и он как болгарец должен был последовать по следам своего народа иначе он и не мог поступить и судьбы наши тем не менее переплетались вплотную в течение очень многих лет у него у него была возможность остаться потому что в это время он боец и многие его стихи печатались в центральных газетах журналах по радио часто звучали его стихи в его исполнении и многие восхищались его стихами именно стихами которые поднимали дух бойца и солдата лишь мертвые не ведают забот а мы с тобой не мертвецы а боги нас пламя жжет и снова в путь зовет привычный клич заботы и тревоги и вот они чуть не всю войну прошли вместе и были случаи когда один спасал другого были случаи один заступался за другого Кайсын Кулев был тяжело ранен а Кишоков его вытаскивал из-под огня было так что Кишоков форсировал Севаш и Кайсын Кулев я сам присутствовал когда Кайсын рассказывал стоило этой пули на 2 сантиметра чуть в сторону пройти и мы бы уже не имели Алима Кишокова вот так они рисковались своей жизнью не жалели себя но дружба их она действительно была это как-то штампованное такое слово закаленное в боях я знаю я знаю град пройдет и ливень прекратится и туча проплывет и вновь не возвратится что было все пройдет окончится изгнание что было все умрет всплывет воспоминание я знаю я знаю что он когда узнал об этом он искал смерть есть цикл стихов в которых он ищет возможности уйти он говорит о том что нет возможности исправить это положение наверное лучше всего уйти но там оказались очень удивительные люди вот Вера Звягинцева и многие другие которые как-то помогли ему особенно помогли письма Пастернака который он очень дорожил дружбой с ним и именно эти письма как-то его как-то окрылили он переживал судьбу своего народа как может это переживать большой поэт большого эмоционального накала но озлобленности в нем не было он был человеком высокой культуры большой выдержки и я думаю что вот эта выдержка и глубокое уважение к другим народам это то что необходимо нам для того чтобы правильно определить свое отношение к другим народам я думаю что в первый раз народ сказал в единстве сила в свой самый трудный день в тот час когда ему беда грозила но те слова и до сих пор нам сердце жгут мы с ними дружим они нужны нам как топор всегда в хозяйстве горца нужен на древней мы живем земле ее не раз враги душили но и в тисках в кольце во мгле мы все ж не погибали жили народа силу вижу в том да сила недоступна тленью и вместе со своим стихом пред ней я стану на колени каждый поэт настоящего надумает о том а нужен на него труд люди как это узнать ну может тебя похвалить кто-то может даже и там дело но всегда ставь сомнение зря ли я работаю кажется на это тоже было мне вот нравится что собираются люди кажется нам уже давно нет в том что мы собираемся не нуждаются а в этом нуждаемся мы люди которые остались после кайсена и мне на душе страшно радостно когда вижу что собираются люди которые знают кайсена в оригинале читают в переводе и знают и любят потому что его труд был великим трудом путь мой был труднее с каждым днем в той дороге трудной тели дальней был я и железом и огнем был и молотом и наковальней был я дичью крался по лесам был стрелком и кем я только не был птицей был в клетке я и сам птицу выпускал из клетки в небо чем дремучий край чем больше клань тем труднее путь земля проходца лишь слепые могут полагать что зрячим все легко дается птица Кайсен всегда был такой общительный, очень любил писателей, которых знал. Собственно, ничего им дороже не было, чем писательская дружба. Где-то писатель один, перед творчеством, перед Богом, перед Богом один. Но больше всего, кто может расцветать одиночество, это такой же писатель, который испытывает такое же чувство одиночества, и ищет себе друзей в этом мире, творцом простых метарных фишей, как произведения словесного искусства. Когда он приезжает, мы всегда рады, потому что никто из его друзей не приезжал. Только он, 4 июня всегда, и даже в самые вот эти тяжелые времена, когда были, он же не мог даже добраться, он пешком шел через этот тоннель, чтобы приехать и поклониться могиле моего отца. Так что это, может быть, кому-то покажется несущественным, но это говорит о высоких качествах человека, душевных. И ничего удивительного в том, что Кайсен Кулиев с любовью и теплотой относился к Нафи Джусойте. Кайсен понял, какой он глубокий человек, что он действительно знает свое дело и любит литературу. Кайсен так и убедил. Для него особое отношение было с Нафи, потому что он видел в нем человека, который может по уровню своих знаний определить место той или иной литературы в мировой культуре. Вы понимаете? Это раз. Второе, у них очень характеры горские, мужественные. Вы видели, когда трагедия была в Цинвале, он не уехал из города. Кайсен Кулиев, когда во время войны нас выслали, а его хотели оставить, для этого была создана группа, ходила к Сталину, Сталин разрешение дал ему не выселять его. Он сказал, скажите спасибо товарищу Сталину, но я поеду туда, где мой народ. И поехал, на учет встал, в Киргизию. Ну, проведите параллель. Третье, мне думается, это самое важное, знание литературы. Оба они очень хорошо знали и безошибочно могли определить значение того произведения или творчества того или иного писателя. В начале 30-х годов в Советском Союзе было такое желание, чтобы театр, государственный театр, состоялся уже из профессионалов. Не доброжелательный, не, так сказать, самодеятельность, а профессиональный. А поэтому надо было готовить актеров и режиссеров в Москве, в Ленинграде. И вот в Москву послали и кабардино-балкарскую труппу, и целороссийскую тоже. Криш был в атмосферской студии, а Кайсен Кулиев в балкаро-кабардинской. Ну вот так они общались, знали друг друга, но потом Кайсен в 1939 году ушел в армию. Криш Кулиев ушел уже, когда война началась, и они не встречались больше. В 1957 году в Тбилиси был съезд грузинских писателей. Но я, поскольку в Южной Осетии, я в этой организации, я был там. Они пригласили из Северного Кавказа всех. И Расул там был, и Кайсен там был, и Криш там был. И вот, пока еще не началась работа съезда, там народ толпится, разговаривает друг с другом. И вдруг Кайсен и Икриш уставились друг в друга. И Кайсена не знал, впервые видел. Подошли, ничего не говоря, обнялись и начали плакать. Вот так два взрослых мужчины уже седают. И обнялись и плачут. А я не знаю, что с ним. Мы потом немножко успокоились. Тогда Кайсен утергался и говорит, что Криш чуть выше был в ростах. И так говорит, что Криш, ты все такой же киросевый, да? Ну, рассмеялась тогда Криш, тоже начали уже опять обниматься. Как раз мне Криш и рассказал, что вот мы не видели столько лет. Потому что, как это так, 20 лет мы были лишены возможности сидеться. Сидим в окопе, ждем сигнала к бою. Мы все к нему готовы, как один. Солдаты, породненную судьбою. Казах, аварец, русский осетин. Окоп спаял нас, сблизил наши жизни. Нам дружбу эту век не позабыть. Мы отвечаем за судьбу отчизны. Мы только вместе можем победить. Все рождены мы под единым небом. А если надо, и умрем под ним. И сыты мы одним и тем же хлебом. Общенародным, горьким, фронтовым. Поэты-фронтовики, они всегда с нами. Они в наших сердцах. И оставили нам строки, мысли, чувства, образы. И одно из главных хранилищ памяти, по-моему, то, что донесли до нас оттуда, в строчках рассказов, стихов. Я перевела осетинских поэтов-фронтовиков, погибших на фронте, около 16 или 17 человек. Такие замечательные, я называю их ребята, потому что молодыми погибали. Хурумов, Плеев, Тоболов, Кочев, Кучиев, Цомартов. Много. Вот тот же Гего, Загораев, не дал ты рухнуть башне славы нашей, не дал засохнуть счастья родникам, и не твое ли сердце, валы чаши, из вечного огня стремится к нам? А Гриш Плеев с его знаменитой поэмой «Семь черкесок» про погибших братьев Газдановых. Я хорошо помню, как открывали памятник, и Расул Гамзатов приехал на открытие этого памятника, и они со скульптором заспорили, кто же был первым. Сначала Расул придумал своих журавлей, или скульптор вот такой памятник. Расул говорит, да хватит спорить, но, по-моему, мы это сотворили вместе. Сакля есть, пускал Куртата. Там, в огромной тишине, скорбным символом утраты, семь черкесок на стене. Кто погиб, тот не воскреснет, только сердцу как принять? Там сынов достойных песней, семерых лишилась мать. «Сыновья, вы мало жили? Ваши короткие пути. Почему вы поспешили раньше матери уйти? Почему с любовью вместе скорбь оставили вы мне? Семеро мое созвездие верит ли, что вы мертвы? Смотрит мать сквозь сеть морщина. Семь черкесок горд горят, Семь красавиц осетинок головы склонив стоят. И когда умер сам Гриш Плеев, я вспомнила эту поэму и написала о том, что вечен тот творец, чей народ вечен, но бессмертен народ. И чермен твой по-прежнему жив, и рассвет над горами, снегами чистейшими дышит. И восьмую черкеску на камень седой положив, вместо матери старой Осетия плачет. над Гришем. Григорий Замбулатович – личность историческая. Он оставил очень большой и добрый след в культуре и в литературе нашего народа. Как личность он всегда с достоинством встречал и удачи, и какие-то события, не воспринимаемые им как правду. Человек долгое время страдал безвильно. И никто не пришел и не сказал тем людям, которые это делали, никто не сказал ни слова, что так нельзя. Московские переводчики в начале 50-х годов взялись за перевод его стихов. Он прочитал в переводе, и ему показалось, что не точно передаются эмоции, смысл поэтического слова. И отказался от издания в Москве этой книги. Потом в Союзе писателей СССР ходили легенды. Как это так? Первый случай, когда поэт не воспользовался этой возможностью. Хотя потом многие переводчики с ним дружили, они были в таком творческом контакте. Даже Анна Ахматова переводила его стихи. Он отличался от своего поколения, потому что в эпоху, когда все команды, поручения должны были выполняться беспрекословно, он все-таки выше всего ценил достоверность, правду и честность. Я бы хотел, чтобы мы все-таки избавились не только в любом национальном обществе, чтобы творцам умели относиться дружелюбно, хорошо и поэтому творчески. То есть с 52-го года он, по сути, не имел работы, оплачиваем ежемесячно. Но зато он был творцом, блестяще перевел многих классиков, а переводы Шекспира с восторгом встречались с драматургами. И мы 100-летний юбилей вспоминаем его замечательную семью. И из поколения в поколение его имя будет жить. А сейчас это очень важно для сохранения нашей культуры и нашей литературы. Гриш Плиев работал в театре, был автором пьес и сценариев, работал на радио, редактировал литературный журнал. Он перевел на остинский язык произведения Шекспира, Пушкина, Мольера, Гальдони, Островского, Райниса. Гриш Плиев – лауреат Госпремии Республики Северной Осетии Алания имени Кустахи Дагурова в области литературы. Я себя знал, к чему на старости приходит человек. Я бы работал по-другому, больше, лучше, качественней. Но в молодости человек не всегда серьезно относится к цели, к смыслу жизни. А молодость, как правило, всегда болезнь. Как болезнь все-таки мешает нам работать в миру. Свои возможности я старался обогатить содержание жизни осетинского народа произведением искусства, литературы, увеличить количество людей, которые соревнуются о том, кто лучше создаст произведение драматической литературы, кто лучше сыграет такую-то роль, кто лучше роман напишет и так дальше. К сожалению, этот дух сейчас почему-то начинает угасать. Это очень неприятно. Наших героев роднит одно и главное. Они сумели сохранить в себе дух свободы и творческую энергию. Лучшим памятником для них стало творческое наследие, их выстраданное слово. Не верю тем, чьи никогда глаза печалью не туманятся. Я знаю, плачет и вода пред тем, как льдом она затянется. Река грустит, как мы с тобой. Хотя и знай, все изменится. Растает лед, и вновь листвой ольха на берегу оделется. Без грусти лист не упадет, без боли веткой сломается, без тяжких мук не тает лед, и льдом трава не покрывается. умение жить и не страдать благое свойство нелюбившего заботой согнутую мать и брата своего погибшего не станет людям веселей от показного молодечества. Легко любить все человечество соседа, а любить сумеет. Легко Продолжение следует... 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 Продолжение следует...